Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, анализируем с вами события прошлой недели, точнее, события прошлого дня. Смотрим на те фундаментальные отчеты, статистические релизы данной, которые впереди. Оцениваем их с точки зрения того, что фундамент – это один из триггеров поведения финансовых активов, и фундаментальные события априори должны оказывать определенное воздействие на то, что происходит с активами рынка Форекс, с фондовым рынком и, разумеется, с инструментами производных секций. Здесь акцент мы периодически делаем на облигации и стараемся, в принципе, объяснить, что происходит с долларом в контексте тех изменений подоходности и изменений стоимости самих облигаций, случающихся, собственно, с рынком долга. Особый акцент делается, конечно же, на американские трежерисы. Как и всегда, у нас есть определенный набор инструментов. Я думаю, что мы не будем отходить от уже сложившейся практики. Если есть необходимость добавить какой-нибудь дополнительный актив, вы не стесняйтесь об этом, вы можете сообщить, обозначить свое пожелание на канале на YouTube. Это традиционный канал коммуникации, где, между прочим, у вас есть возможность не только оставить ваши вопросы, но и ставить лайки, как поощрение, опять же, за проделанную работу, потому что весь тот анализ, разбор полетов и оценка фундамента, который проводится, это делается для того, чтобы вы были в курсе всех основных событий, происходящих на финансовых рынках и подстраивали ваши торговые системы, ваши стратегии под, собственно, этот информационный фонд. Давайте сначала поговорим про нефтянку, которая продолжает радовать покупателей, потому что мы видим регулярные уже переписи многомесячных максимумов. Собственно, класс вчерашней торговой сессии первых торговых этой недели в 64.24. Сейчас актив торгуется, в принципе, на тех же самых уровнях, не очень далеко мы ушли за время азиатской торговой сессии в 64.20. Да, WTI тоже растет примерно в синхронных сопоставимых процентных значениях еще чуть-чуть при сохранении подобной динамики, и мы будем с вами уже констатировать максимальные ценовые уровни, даже не то чтобы с 2015, уже с 2014 года. Теперь, что касается причин. Конечно же, нужно отметить, что трейдеры продолжают дисконтировать стоимость черного золота, ожидания оптимистичны, ожидания того, что страны-участники энергетического пакта продлят действия соглашения по снижению добычи 30 ноября. То есть это очередная встреча стран ОПЕК+, которая состоится по классике и жанрах в Вене, и сейчас рынок полон оптимизма, что это соглашение будет продлено, собственно, до конца 2018 года. В то же время резкий рост актива нефти, который мы наблюдали еще в прошлую пятницу, тот позитив, который развился опять в ходе торговой сессии понедельника и привел к тестированию активов таких экстремальных уровней, как практически 65 долларов за баррель по бренту, он еще связан также и с статистикой по количеству нефтяных терминалов в США. Это те данные, которые указывают на активность классовых производителей. По данным Бейкер-Хьюс, нефтесервисной компании, число снизилось на 8 единиц с 737 до 729. И, как я и говорил уже, синхронное снижение количества платформ с позитивными ожиданиями по поводу продления действия энергетического пакта, это то, что снизило опасения за счет того, что связанное с тем, что активность американских производителей будет увеличивать смех предложений, тем самым препятствовать ребалансировке. В то же время, друзья, это новостной фонд, с которым мы познакомились, работали с вами еще на прошлой неделе. И, наверное, не совсем правильно пытаться только им объяснить вот этот локальный всплеск интереса к активу, к нефти, к бренду WT, который мы наблюдали в ходе торгов понедельника. И, учитывая то, что за минувшие выходные действительно имел место быть серьезный фундамент, его нужно обозначить, и, возможно, он стал причиной активизации покупок. Это событие, скажем, политических масштабов. А если говорить про важность этих политических масштабов и значимость, учитывая, что речь идет о Ближневосточном регионе, это просто какое-то сверхсобытие. Я, в принципе, не думал, что мы когда-либо с вами будем обсуждать аресты членов королевской семьи в Саудовской Аравии. И это не только члены королевской семьи, это министры, ряд министров, это бизнесмены, которые связаны с ней. И это случилось, это произошло в минувшие выходные. Конечно же, если пытаться понять, как этот инцидент связан с котировками нефти, и сможет ли он повлиять на соглашение, здесь можно найти определенные объяснения. Ну, во-первых, я думаю, что не стоит особо спекулировать на идее того, что вот эти политические стряски, которые происходят, действительно скажутся на соглашение ОПЕК по снижению добычи. Почему? Потому что при всем уважении к Саудовской Аравии, да, это лидер мнения, это ведущий производитель, но это не единственный участник энергетического пакта. Есть и другие представители, чего стоит только та же самая Россия, без солидарной позиции которой, по вопросам, связанным с повышением эффективности усилий, направленных на снижение объемов добычи, ничего, собственно, ни у кого не выйдет. Но в то же время считается то, что вот ареста членов королевской семьи, даже, по-моему, был арестован один из миллиардеров, Бен Талан, который является даже племянником короля, это самый настоящий политический заговор, который направлен на то, чтобы принц Абин Салман получил больше власти, а он известен как явный лоббист и идея продления соглашения по снижению добычи даже на более длительный период времени, чем календарный 2018 год. Может быть, это несколько натянутая, опять же, умозаключение, но в то же время спровоцировать то ралли, которое мы с вами наблюдали, все-таки должны были определенные выводы касательно предстоящей встречи нефтедобывающих стран. И, возможно, эти выводы, они имеют место быть сейчас. В то же время, друзья, я считаю, что ралли, которое состоялось, оно является, ну, крайне чрезмерным. Сказать, что у этого ралли есть суперкрутое основание, которое действительно уже является призывом для медведя отказаться от сделок по продажам, будет неправильно, потому что оценка фундамента, который мы проводим, все-таки снова и снова возвращает нас к идее того, что тема-то уже до боли избитый, и это темы, которые лишь настроенческого формата, темы ожиданий и надежды на то, что что-то произойдет в будущем, что изменит ситуацию на рынке нефти. Но признаю то, что вот этих ожиданий уже достаточно в плане той динамики, которую мы видим, было, чтобы вернуть котировки нефти к уровням, которых мы не наблюдали не то чтобы много месяцев, а уже несколько лет. Наверное, у этого ралли должно быть свое логическое завершение, и рынок, я надеюсь, не поздно, а пораньше придет к выводу о том, что нужно пропустить сейчас вперед и медведей, потому что это правильно, нужно, чтобы рынок подуспокоился, и нужно, чтобы вот эти экстремальные ожидания, которые присутствуют, все-таки вошли в другую фазу. Поэтому по нефтянке, друзья, я считаю, что занятие длинных позиций это рискованное предприятие, ну, все-таки дождаться 60 долларов за пары, тестирование этой поддержки, на это потребуется несколько дней, в любом случае, потому что с учетом текущих котировок нефти придется потерять больше 5%, вряд ли это произойдет за одну торговую сессию. Поэтому нефтянка для нас актив, за которым мы следим, но пока что вот нет возможности поспекулировать, поскольку длинные позиции я не разделяю, вы, конечно же, можете открывать ордера на покупку, и хочу пожелать вам удачи, поскольку вы можете оказаться правы, если котировки нефти заберутся выше. Но в то же время для тех, кто хочет подорговать нефтью, но увидит себя только медвежий горизонт, друзья, нужно ждать возвращения актива ниже 60 долларов за балль. Раньше ссуваться в этот сектор не нужно. 58,26 рублю ситуация не меняется, давление на курсы российского валютного актива сохраняется, и даже без соответствующей поддержки такой же соответствующей динамики цен на нефть. Не будем долго останавливаться на этом активе, вы знаете горизонты, мы ждем 60, поэтому давайте двигать дальше. Доллар японской иены котировки на текущий момент 113,93. Какое-то время подержались мы выше 114 иен против доллара, но, как считают сторонники технического анализа, для того, чтобы развить все более мощное восходящее движение, паре доллар-иена нужно оказаться выше 114,50. Пока что этого не происходит. Если какое-то время назад мы были, по сути, заморожены рядом с планкой в 110 иен за доллар, сейчас уровень меняется, они стали более высокими, но это уровень, рядом с которым идет уже длительная консолидация, и рынок нуждается, как мы уже неоднократно отмечали вместе с вами, в дополнительном топливе. При этом, что касается новостного фонда, я думаю, что доллар достаточно получил факторов мощной фундаментальной поддержки еще на прошлой неделе, поскольку все эти отчеты, которые мы в целом с вами анализировали, это отчеты, сигнализирующие о том, что экономический рост США продолжит набирать обороты и сможет порадоваться тех, кто верит в мощи американской экономики. Прежде всего, должен порадовать партию власти США, потому что Трамп в качестве одного из своих предвыборных обещаний все-таки обещал удвоение экономического роста, правда, он исходил от того, что ему удастся быстрее реализовать реформы бюджетно-налогового стимулирования. Ну и без пока что этих реформ реализованных мы видим то, что доллар, точнее, американская экономика, ну и доллар, в принципе, чувствует себя лучше, чем, скажем, полгода назад. Что касается идей, которые сейчас стоит транслировать в динамику пары доллар-иена, я советую вам не забывать про последние отчеты, не забывать про то, что мы достаточно много внимания уделили статистике по рынку труда, отчеты действительно очень хорошие, но очаровалось лишь показатель по росту заработных плат, там, остатка была на 0,4%, однако были и отчеты-компенсаторы, скажем так. Это активность, активность, простите за татологию, в секторе услуг, рост данного сектора экономики до 60, а с небольшим многомесячный хайп. И, разумеется, возвращаясь к количеству новых рабочих мест, вне сельско-хозяйственного сектора, серьезный прогресс, который указывает на то, что сектор в целом, рынок труда восстанавливается, и этому сектору удалось нивелировать самые мрачные последствия стихийных бедствий ураганов Ирма и Хары. Хочу вот привести вам в качестве доказательства, либо еще аргумента, может быть, мотиватора, стимула для занятия и сохранения длинных позиций по доллару, еще вот последний отчет, обзор JP Morgan Chase, который уже анализирует то, что произойдет с монетарной политикой США в контексте уже, ну, еще, правда, не вступившего в обязанности, собственно, должности. Но это произойдет уже в феврале, в начале первых числах, когда Джером Пауэлл сменит Джанет Еллин. Так вот, считается, что Джером Пауэлл будет преемником политики, проводимой Джанет Еллин. Но вот по версии JP Morgan Chase все-таки определенные коррективы в денежно-кредитном курсе придется внести эти коррективы более жесткого порядка. Если раньше рынок, в принципе, продолжает сейчас настраиваться на три повышения в 2018 году, то тот прогресс с учетом последнего отчета по уровню безработицы, вы помните, уровень безработицы снизился на до 4,1%, это самый лучший отчет за последние 17 лет в контексте таких цифр. Конечно же, нужно дисконтировать и монетизировать эти блага и эти сильные отчеты в секторе потребительской активности. То есть на росте доходов, на улучшение ситуации, на прекрасных показателях занятости экономика должна уже начинать зарабатывать, каким образом, через рост процентных ставок. Поэтому JP Morgan считает, что можно рассчитывать даже на 4 повышения ставки против 3, которые обсуждаются сейчас. Любые комментарии подобного рода, тем более, что 2018 год еще даже не начался, конечно же, могут в корне отличаться от того, что произойдет. Но согласитесь, все-таки услышите мнение инвестиционного банка, которое, в принципе, совпадает с мнением тех трейдеров, которые ставят на рост доллара. Это какой-то приятный акцент новостной. И если вы долгосрочные трейдеры, вы, конечно же, эти сигналы улавливаете. И приятно осознавать то, что общее видение картины, которое происходит на рынке, оно совпадает с тем, что может произойти. Поэтому по доллару и японской иене я, друзья, считаю, что не нужно отказываться от потенциала еще большего роста. И ждем все-таки пробоя с 114.50, чтобы сходить еще выше. Европейская валюта против доллара, динамика оставляет желать лучшего. Особой волатильности мы не наблюдаем. Ну и, в принципе, отчетов тоже нет. Вчера были локальные релизы, но я на них и особо сейчас не обращаю внимания, поскольку мы уже с вами разобрались с тем, что на евро сейчас оказывает влияние только политика, связанная со ситуацией вокруг Каталонии и действия Европейского центрального банка по монетарному курсу. Вот, в частности, вчера Питер Крад, который является главным экономистом Европейского центрального банка, весьма оптимистичным, причем высказался о перспективах еврозоны, отметил то, что удалось погасить риск дефляции. Сегодня эту риторику, скорее всего, подходит и председатель Европейского центрального банка Майо Драги, кстати, мы ждем в качестве одного из важнейших событий текущей торговой сессии как раз своего выступления в 12.00 по московскому времени. Ну, послушаем, что он скажет. Вряд ли тоже мы можем рассчитывать на какую-то мощную динамику, потому что евро уже считается с принятым ранее решением Европейского центрального банка о том, что политика программы количественного смягчения, она хоть и будет урезана по объемам, но она остается жизненно важной. То есть это акцент на то, что ЕЦБ действует в рамках прежнего мягкого режима. Поэтому серьезных причин для роста европейского валютного актива нету, поэтому я ни в коем случае не собираюсь вам рекомендовать длинные позиции. Напротив, еще раз повторяю, что если торговать евро сейчас, то только с точки зрения продаж. Фунт против доллара. Наконец-таки Британец подрос. Я надеюсь, что это все-таки связано с отложенной реакцией на прежние решения, которые были приняты недели назад Банком Англии по процентным ставкам. Ставку подняли на 25 базисных пунктов. Сейчас фокус внимания трейдера смещается на переговорческий процесс. Очередной этап этих переговоров по Брейзиту он стартует уже в конце этой недели. Хочу отметить вам, что, конечно же, процесс переговоров, он имеет колоссальное влияние и на бизнес-оптимизм, и на темпы экономического роста, но в то же время может повлиять и на темпы изменения процентных ставок, и вообще на вектор монетарной политики. Если мы вспомним последний комментарий Карни, то он отметил, что до 2020 года Банк Англии рассматривает возможность еще двух повышения процентной ставки. И сразу хочу добавить, друзья, со своей стороны, то, что подобный прогноз британского регулятора основан на том, что переход от членства в рамках Европейского Союза к автономии Англии будет довольно мягким. И как Путин не термисты, собственно. А если трудности возникнут, я уверен, что они возникнут, то планы по процентным ставкам могут быть пересмотрены и как в сторону большего количества вот этих шагов, направленных на ужесточение политики, так и в сторону даже более мягкого режима. Хотя второй сейчас, конечно же, нам нужен, потому что мы понимаем, что любое решение по росту процентных ставок, оно базируется на жизненно важной потребности британского регулятора, повлиять на курс национальной валюты, тем самым снизить темпы роста инфляции. Поэтому фунт по-прежнему я рассматриваю с точки зрения покупок. Хорошо, что мы сейчас отбились от локальных минимумов. Уже в непосредственной близости от сопротивления 1.32 полагаю, что при таком настрое, правильно, будут возможности собраться еще повыше. Я фунту, как отметил днем ранее, дал еще один шанс, потому что понимаю, что этому активу нужно все-таки считаться за текущим фундаментом, который мы с вами анализируем. Поэтому длинная позиция с моей стороны сохраняется. Доллар Канаде. Вчера вышел отчет по индивидуальной активности Айви, который лучше, чем в прошлый раз, 63,8 с 59,6. Это локально поддержало канадца, поэтому мы увидели локальное снижение от пары USDK. Текущие котировки находятся на отметке 1.2711. Друзья, снова повторяю, что это только лишь временная реакция трейдеров на локальные отчеты. Такие релизы не меняют общего позиционирования, которое было озвучено еще регулятором Канады о том, что повышение процентной ставки, если произойдет, то не раньше первого квартала 2018 года. Мы выиграли с вами много времени, поэтому сейчас нужно лишь правильно распорядиться этим фундаментом. И в качестве, наверное, верного подхода, безусловно, опять же, мое видение ситуации – это сохранение длинных позиций вплоть до отметки 1.30. Также еще хотел отметить про криптовалюту. Вчера, собственно, не успели. Вы, собственно, сами все прекрасно видите, то, что если оценить общую капитализацию сектора криптовалют по данным CoinMarketCap, она уже составляет 200 миллиардов долларов. Основной вкладчик и триггер роста капитализации общего сектора – безусловно, биткоин, который что ни день, то постоянная перепись исторических максимумов. Очень похожа динамика, кстати, с американским фондовым рынком, который также не унимается. Собственно, днем ранее мы увидели, как три основные бенчмарки американской фонды уже 26-й раз в этом году переписали исторические максимумы и никак не хотят корректироваться. Что касается рынка криптовалют, то, безусловно, тренд и динамику настроения задает биткоин, как на рынке обычных валют и доллар. Биткоин растет в преддверии хардфорка ожидаемого, который совсем уже не за горами. 13 ноября, я надеюсь, что те, кто интересуется этой темой, в курсе, что может случиться, что произойдет и что ожидать. Хотя при всем уважении к вам, друзья, никто не знает, что в итоге произойдет. Ну и еще одним важным фактором поддержки для биткоина является ожидание все-таки запуска. вот этого фьючерсного контракта, который был обещан Чикарской биржей руководством до конца этого года. Мы распределились этим фундаментом следующим образом, что если будет легальная площадка, это позволит оградить трейдеров от тех площадок, работа с которыми сопряжена с большими рисками. Это откроет доступ к биткоину тех крупных инвесторов, которые раньше не могли работать им в нерегулируемом пространстве. Сейчас приток инвестиций, новых денег может стать еще одним всплеском интереса к этому активу и, разумеется, притоком ликвидности и средств, которые может воплотнуть еще выше. Уровни совершенно разные обозначаются. Сейчас я думаю, что спорить с ними тоже не нужно, насколько бы некоторые прогнозы и не были бы сейчас, казалось бы, немыслимыми, но не забывайте, что в начале этого года биткоин торговался на отметке в 1000 долларов. Сейчас он уже тестирует 7500, поэтому прогнозы в 10 тысяч и в 100 тысяч долларов, они имеют сейчас больше оснований для жизни, нежели чем всегда. Верить или верять нужно любому прогнозу, с учетом того новостного фонда, с которым мы работаем сейчас. Друзья, это явный позитив. С этим позитивом бороться не нужно. И если вы все-таки считаете, что где-то вам удалось найти подтверждение с той же самой техникой о том, что уровень сопротивления уже нащупан, достигнут, нету таких сопротивлений на рынке криптовалют, рост, который базируется только на одном лишь сплошном интересе. И пока к этому рынку с каждым днем присоединяется все больше и больше количество трейдеров, участников, спекулянтов, конечно же, этот актив будет расти. Я думаю, что идеи, связанные с тем, что мы доберемся и до 8, и до 9, и до 10 тысяч, они по-прежнему оправданы. Рекомендую не забывать вам о том, что у вас есть возможность торговать криптовалютой в рамках нашей компании, компании Амаркетс, и совершенно не обязательно, собственно, распоряжаться такими суммами, как стоимость биткоина. Вы работаете с плечами, вы работаете с объемами меньше, собственно, одного биткоина. Поэтому залоговое обеспечение меньше, и вы можете, собственно, приобщиться к этой среде, рассчитывая на рост актива и на соответствующий доход в любой момент времени, когда сочтете это необходимым. Активы торгуются круглосуточно. Это еще одно преимущество биткоина и еще один фактор спроса со стороны трейдеров в Wall Street, потому что помимо неслыханной гиперволатильности, действительно, этим инструментом можно спекулировать и выходные. Друзья, из важных событий сегодня в 12.00. Дорогие, в 20.55, уже ближе к концу торговой сессии, послушаем, что нам скажет по перспективам денежно-кредитной политики полос, которого заявляет канадский регулятор. Но если снова мы услышим те же самые слюни, что и буквально неделю назад, разумеется, канадец должен оказаться под давлением. Еще хотел коснуться австралийц, но, опять же, немного мы затянули. Давайте тогда поговорим об австралийце завтра, тем более, что особенно ситуация не изменилась. Единственное, что на азиатской сессии мы получили еще один сигнал того, что этот актив нужно продавать. На этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok